аллилуйя дорогие друзья слава господу слава иисусу слава богу 20 с лишним лет наверно 24 года наверное я верю уже и следую за христом не просто поверил в бога следую за ним служу ему и я счастлив и то что впереди ждет меня еще больше захватывает чем позади позади это уже пройдено изменить нельзя но то что можно пережить с богом что-то новое нечто новое я всех вас призываю знаете как бы забыть немного про прошлое и увидеть какое прекрасное будущее ждет верующих нас аллилуйя прежде чем буду проповедовать я хотел бы сказать пророческое слово ко всем кто сейчас слушает и ко многим индивидуально к некоторым людям это будет звучать знаете нет ничего хуже на земле нет ничего ужаснее на земле чем грех и знаете только единственная сила которая сильнее греха это любовь христа если любовь христа не касаться то это самая мощная разрушительная сила влияющая сила это грех она преображает человека в худшую сторону разрушает и здесь наводит ужас на земле и знаете ни один человек не имеет силы против греха без бога ни один человек не может сказать что я никогда не согрешил библии написано что мы все согрешили мы все упали мы все испачкались мы все отвернули от бога от бога того кто нас создал кто нас любит кто она заботится мы все повернулись к нему спиной мы все согрешили и по сей день люди грешат миллионами грехами в день миллионами грехами если выход что делать что делать чтобы избавиться от этой заразы от этого вируса есть только один метод и один способ это имя иисуса христа больше другого у тебя никогда не будет силы воли настолько чтобы сказать греху нет и отойди от меня у меня своя дорога нет никогда силы воли человеческой не хватит чтобы победить грех грех сильнее это нужно признать единственное как мы можем победить грех это вместе со христом это когда мы призываем имя иисуса потому что он сильнее греха он победил грех поэтому когда мы вместе с ним и он в нас когда мы призываем это имя иисус помоги мне он приходит и освобождает тебя от греха именно грех ведь разрушает человека именно грех уводит человека в ад ни один человек не пошел бы в ад ад создан для дьявола но именно грех у тяги потому что это грех это как тяжесть как иисус говорил что горе миру от соблазнов горе но хуже тому через кого они приходят в этот мир то есть есть врата это люди определенные люди через которых грех приходит и умножается на этой земле и библии написано лучше бы иисус сказал лучше бы ему повесили тяжелый жерновый камень это я не представляю килограмм на 30 40 повесили бы ему на шею еще иисус еще детально расписал и утопили бы в море чем этот человек совращает других и вводит грех сам грешит и других вводит грех вот какое наказание будет тем кто грешит представьте а грешат все только там есть свобода и только у тех людей которые признали свою несостоятельность свою слабость и обратились за помощью к иисусу только там произойдет победа полная когда мы призывем призовем имя иисуса громко осознанно отчетливо вот тогда начинается новый отсчет твоей новой жизни со христом аминь итак тема проповеди будет называться интересы бога многие люди верят в бога но верят в бога найти верить бога это хорошо это надо раньше вера в бога подразумевала нечто слабое такое в человеке только слабые люди верят в бога только люди которые никаких талантов нету люди серые верят бога люди никчемные верят в бога там я не знаю какие-то сельские деревенские там верят в бога или бабушки верят в бога послушайте это уже давно прошло это чушь вот этот предрассудок в бога верили цари в бога верили министры военные люди верили в бога разные люди верили в бога и вера в бога мы всегда видим только помогала людям и никогда не делала хуже жизнь человека но сегодня я буду разграничивать многие вещи сегодня я буду говорить об интересах бога что у бога есть интересы когда мы ви верим в бога мы всегда видим себя в той роли когда нам бог помогает я верил и бог мне помог я верил и бог мне помог знаете у нас образовывается вера с уклоном я мне мое обо мне любимым в принципе это нормально в детском возрасте все крутится вокруг ребенка все крутится вокруг ребенка он господин все все пожелания родители перед ним полностью все только его исполняет потом это меняется уже ребенку надо понимать что есть еще другой мир и ему надо других думать вот наша вера она должна меняться наша вера растет только тогда когда мы ее расходуем куда мы ее тратим не когда мы ее копим в знаете деньги растут когда мы ну при откладываем да откладываем мы смотрим больше 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 А вера растет, когда именно мы ее тратим, мы ее используем. Тогда она растет. Тогда она становится продуктивной, активной, когда она активная. Если наша вера закручена только вокруг нас, чтобы нам получить, нам ответ получить, то в принципе, да, Библия это говорит, просите, и да, она будет вам. Но когда человек верующий взрослеет, он должен фокус потихонечку с себя убирать. Что такое значит фокус? Это когда ты смотришь на себя, ты думаешь только о себе. И поворачивать фокус направо, налево. Знаете, посмотреть, что есть еще люди, которые тоже с нуждами живут. Живут еще, бывают хуже, чем ты. Хотя тебе кажется, что у тебя столько проблем. Слушай, знаешь, есть еще люди, еще хуже, чем ты живут. И когда ты начинаешь смотреть, ой, там беды, там люди плохо живут. Тогда ты понимаешь, что тебе веры твоей, которая для твоего чуда, для получения какого-то ответа, уже не хватает. Тебе уже нужно повышать веру, чтобы ответ получить уже для ближнего своего. Аллилуйя. Давайте мы посмотрим одно местописание. Деяние 13 глава, 22 стих. Деяние 13, 22. Если вы сидите дома, в пижаме или в трусах, не знаю, с кружкой кофе, то Библию вам все равно надо открывать. Открывайте Библию. Отринув его, то есть Саула, поставил им, царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои. Вы знаете, что сначала Бог нашел Саула. Он его искал. Почему? Тот спрятался. И все искали, где же царь, где же царь, пойдемте его искать, пойдемте его там искать, пойдемте, побежали, а может он там спрятался. Побежали в тот сарай, там нету, побежали в тот сарай. О, Фсения сидит. Ты чего здесь сидишь? Ты же царь. Ты стыдно как-то, стыдно. И как это я перед народом? Я царь. Знаете, вот таким образом Саул был воздвигнут на царство. Его нашли. Но нашли абсолютно, можно сказать, бестолкового. А почему бестолкового? Он должен был другим вообще заниматься. Бог его поставил царем только потому, что народ рвал свою глотку. Дай нам царя. Дай нам царя. Как у прочих народов. Вот как в мире. Как там. Как сям. Мы так же хотим. Дай нам царя. Слушайте, царь еще не готов. Он еще ребенок. Нет, ты дай нам прямо сейчас и здесь. И Бог говорит, ладно. Только вот, чтобы вам показать, какие проблемы вас ждут потом. Я дам вам. Это не было по сердцу Бога. Саул не был по сердцу Бога. И тем не менее, его помазали. И Дух Божий был на нем. Но отличительная черта царя Саула и царя Давида была в том, один был захвачен Богом, любил Бога, был поклонником Бога. А другой, в принципе, против Бога ничего не имел, но был нарциссом, самовлюбленным. Он был выше всех, красивый. И он очень был самовлюблен. Он был чисто любив, любил почести. Почему? Откуда мы знаем? Из Библии. Когда Бог ему дал задание, то он его выполнил неправильно. Он знал, как четко, как точно выполнить задание. Но Бог ему сказал, иди, уничтожь, вырежи всех. И вплоть до скота. Он пошел это делать и царя тоже, и всех. За то, что они противились и не дали моему народу пройтись по земле. Такое было задание. Он четко все знал, сделал все по-своему. Почему? Потому что народ, знаете, он прогибался под народа. Под мнение народа, чтобы всегда быть в топе. Почему? Потому что он был очень, говорю, честолюбив. И народ ему говорит, зачем такую глупость? Ты что? Зачем таких овец тучных, хороших? Зачем их убивать просто так? Давай лучше в жертву принесем. И он понял, что он здесь уже не может противостать движению народа. Он ничего не может сделать, он слабый. И он говорит, да, в принципе, а сам знает, что Бог ему сказал. Да, в принципе, слушайте, я даже не подумал, эта идея неплоха, давайте в жертву принесем этих животных. А Бог сказал, этих животных надо уничтожить. Это заклятое, это проклятое, это то, что должно быть превращено в пепел. Все, этого не касаемся, этого нету, истребить. Нет. Народ говорит, давай сделаем вот так, давай сделаем вот так. И вы знаете, когда он, кажется, все сделал, все сделал, приходит пророк. И говорит, еще до дела не дошли, а он уже хвалится своими победами и говорит, я герой. А он говорит, почему ты герой? Я исполнил все слово Господа. Он говорит, а Самуил говорит Саулу. Послушай, а почему блее не овалов стоит, овец? Почему они блеют? Или мне кажется? Да нет. Ну, мы решили так вот с народом, посовещались, что лучше бы вот этих овечек принести в жертву Господу. А он говорит, подожди, Бог же тебе сказал, что надо вот так сделать. Что истребить. Что, непонятно, что ли? И на твоем родном языке тебе Бог сказал. Кто-то хочет слышать Бога воочию, знаете, прям вслух. Послушайте, это опасно. С вас спросится, если вы не сделаете то, что вам Бог скажет. А то, что вам Бог скажет, вы можете вспотеть тут же, в ту же секунду. Потому что вы будете в тисках, в манипуляции будете завязаны. И вы будете угождать кому-то и тому, и тому, чтобы удержаться на престоле. И вы знаете, что? Саул сказал, что, ну, я это сделал ради народа. Он не сказал, что он покаялся. А, кстати, он еще успел себе памятник воздвигнуть. Я извиняюсь. Если чаще всего мои проповеди с каким-то пророческим уклоном звучат. И обличают кого-то. Извините, так есть. И знаете, многие служители любят памятники. Они любят свои фотографии. Они даже за лицом ухаживают. Везде фотки свои ставят. Красноречие свое. Свои тезисы выписывают. Все это говорит о том, что они заинтересованы собой и своим министре. Своим служением. Знаете, не видно такого, что прямо вот все ради Христа, ради Иисуса. Видно, что, да, Иисус, да, 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 он же умер и воскрес. Да. Но я такой красивый, я такой одаренный. Обязательно должен быть рядом. Я должен быть рядом. Послушайте, один это сказал уже и был сброшен с неба. Который захотел тоже светиться и звездиться. И вы послушайте, что произошло с этим царем. Послушайте, против царя нету власти никакой. Он есть власть в стране. Его никто не может прийти, арестовать, надеть наручники и сказать, знаешь, мы решили, ты больше не царь, ты едешь в тюрьму. Нет, послушайте, царь всему голова. И здесь царя увольняют. Видите, мы читаем. Отринув его, отринув, уволив, поставил им царем Давида, о котором сказал свидетельство, почему Бог увольняет одного и ставит другого. Послушайте, что это такое? Бог не играет в игрушки. Если ты служишь Богу, ты должен понимать, кто такой Бог. Кто за тобой стоит. Ты должен знать, насколько все серьезно. Слушайте, с Богом очень весело, очень смешно. Но в то же самое время, в то же самое время мы серьезно относимся к тому, что Бог доверяет нам. И мы с этим уже не шутим. Мы не постоянно смеемся. Мы не прикалываемся с Богом. И мы не такие, знаете, в обнимку с Богом. Хе-хе-хе. Мы так не ведем себя, потому что мы понимаем, что он Бог. А мы люди. Да, мы богоподобные, но мы люди. Но этот человек, Саул, он возомнил себя, что я хочу то, что я хочу, то и верчу. То, что я хочу, то и делаю. И никто мне не указ, я же теперь в власти. И вы знаете, Бог его поставил, и Бог его убрал. Но почему убрал? Потому что он нашел себе нового царя. По какой причине? Была ли у Давида внешность прям такая, знаете, для обложки журнала? Для телепередач? Подходил ли он? Умел ли он так эрудированно отвечать на вопросы? Вообще об этом человеке никто не знал. Да был юноша, парень. И вы знаете, что? Бог говорит, что я его поставил. Я нашел мужа по сердцу моему. Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои. Тот, который будет работать не на свои интересы, а на мои. Вот почему Бог ставит царей. Вот почему Бог призывает сегодня в служение многих людей. Не для тебя, а для себя. Чтобы четко, правильно исполнять его хотения и намерения. Почему Бог уволил Саула? У меня этот гугл исправил. Сауна написано. Реально. Почему Бог уволил Саула и поставил царем Давида? Потому что Давид был захвачен, заинтересован самим Богом. Его интересовали планы Бога. Его царство не интересовало. Деньги не интересовали. Слава человеческая не интересовала. Давид, ты что такой-то странный? Это всех интересует. А что тебя интересует? Меня интересует Бог. Почему тебя интересует Бог? Потому что я его попробовал. Я вкусил. И теперь я понял самое лучшее в жизни. Что это Бог. Муж моей сестры говорит. Они ходят на евангелизацию. И он говорит. Когда разговаривает с людьми. Свидетельствует им. Он говорит. Покажите мне, что лучше Бога на этой земле. И я, может быть, пойду за вами. Покажите. Что лучше Бога на этой земле. Покажите мне. Расскажите мне об этом. Что может быть лучше Бога. И люди ничего не могут предложить. Потому что ничего и нет. Есть такое понятие эгоистическая вера. В принципе, вначале, я говорю, для нас это нормальная вера. Получать веру велосипед. Получать веру продукты. Получать веру, я не знаю, дом, машину, финансы. Знаете, все получать, получать, получать. Но потом мы взрослеем. Мы взрослеем. И мы понимаем, что наша вера также должна повзрослеть. Она не может оказаться той эгоистичной, той верой, которую, знаете, мы прямо впервые пробуем. Работает. Работает. Вера работает. Потому что ты что-то получил. Но потом, когда ты взрослеешь во Христе, у тебя переходят этапы, переходный такой возраст духовный. Ты уже начинаешь думать. Слушай, вокруг меня люди. И они вообще, они так нуждаются. Они даже не знают, как им помочь. Они не знают сами, как себе помочь. И ты начинаешь за них молиться. Ты начинаешь помогать. Ты начинаешь верить в того человека, у которого на лбу крест уже стоит. Все. Уже на нем написано. Я в могиле. И ты начинаешь этому человеку помогать. И видишь, работает. И вот это уже радость, которая у тебя длится до конца твоих дней. Потому что ты начинаешь уже. Чего? У тебя все нормально уже. Бог тебе полностью просто всего благословил. И ты теперь хочешь этой радостью поделиться с другими и сказать, Бог тебя хочет благословить. И ты начинаешь видеть, как вера твоя, и Бог тебе, соответственно, миру твою, веры, увеличивает. Почему? Потому что ты уже не о себе думаешь. Ты уже думаешь о ближнем. Вот когда Бог заинтересован особенно в тебе. Когда ты начинаешь не только себе помогать, но ближнему. Ведь это, и в этом есть даже заповедь. Возлюбить Бога и ближнего. И вот поэтому я призываю всех, кто верит в то, что Бог может что-то сделать для вас, начинайте верить теперь то, что Бог теперь может сделать и для другого. Через вашу веру. Это все будет действовать через вашу веру, но вы будете обогащать уже других. Мы такие люди. Но с нами ничего не поделаешь. Мы всегда заинтересованы нашим интересом. Вот начинается дело какое-то, да? Например, тебя позвали в какое-то дело. Давай дело сделаем, давай бизнес будем делать, там все, зарабатывать будем. А знаете, каждый хочет знать, сколько он будет зарабатывать, какой его интерес. Ну, скажите, как можно быть захваченным каким-то бизнесом, вложиться туда, еще и не знаю, чего там будет. Сразу этот вопрос остро встает. Давайте обсудим. Главный наш вопрос. Меня много раз так на работу звали. Приходи на работу, все, выходи завтра. Я так думаю, нормально. Что такое-то подвох? Я говорю, а вот такой маленький вопросик. А зарплата? Понимаете? Как можно выйти на работу, не зная свою зарплату? И вот так же, так же мы выходим на работу к Богу. А какой будет мой интерес? Какой мой интерес? Я буду прославляться? Я буду знаменитым? Вот как тот? Или как тот? Будут ли мой чемоданчик носить? Будут ли меня фотографировать с разных сторон? Да. А тебе очень много сплетен будет. Поэтому задумайтесь. Многим верующим надо перестать молиться о себе. Именно. Бог дай мне это. Бог дай мне еще больше ума. Дай мне больше силы. Дай мне больше, больше. Дай мне больше, больше. Перестаньте молиться о таком. Молись о своем сердце. Все. Другой молитвы у тебя быть не должно. Но если ты такой человек, может быть ты не окажешься на в тот день. А я, например, такой человек, я тоже не хочу оказаться. Я что, прикалываюсь, проповедую? Я не хочу тоже оказаться в том, в тот день, чтобы мне Иисус сказал, и ты с ними вон отсюда. Ты лжец. Ты на моем имени проехался. Ты известность себе сделал. Там, что-то еще. Я тоже не хочу это. Поэтому если ты чувствуешь, что в тебе есть какой-то неправильный какой-то мотив, почему ты служишь, почему ты веришь, молись о своем сердце. Вы знаете, как это видно? Как это видно, особенно с годами. Как ты видишь человека, как он ведет себя, как он говорит. Ты видишь, что он вовсе не прославляет Христа. Он просто хочет быть звездой. Да мы все хотим звездами быть. Поэтому-то нам всем и надо меняться. Мы же с детства хвастаемся. Папа, посмотри, как я умею. Мама, посмотри, как я умею. Я так хвастался однажды. Я закричал на речке, на Кубане. У меня было лет шесть. Я закричал. Я от радости увидел своего дядю. Там какой-то дядя троюродный. Я закричал дяде Витя, смотри, как я умею. А я не умел. И я разбежался и прыгнул в эту речку, в Кубань. И знаете, что произошло? Я моментально стал тонуть. И вода уже надо мной была. И то, что я помню, я смотрел сквозь воду. И тут подбежал мой отец. И вытащил меня на берег. Представьте. Вот такое воспоминание. Да, хвастался? Хвастался ли я? Хвастался, как все дети хвастаются. А все ли люди с такими неправильными мотивами? Большинство. Поэтому нам нужно, во-первых, молиться за свое сердце. Когда у вас будет правильное сердце? Вам даже не надо будет молиться о помазании. Потому что просто помазание на вас сойдет. Бог скажет, давай, вперед иди. Ты будешь говорить, да я не достоин. Вперед иди, Бог тебе уже скажет. Иди и завоевывай мир, и все. А так ты хочешь завоевывать, и у тебя что-то не получается завоевательства никакие. Ты не готов? Владеющий собой лучше завоевателя города, Соломон пишет. Владеющий собой своим сердцем. Оно настолько крайне испорчено. Ты даже не знаешь, насколько ты испорчен. Потому что у тебя не было испытаний. Не было. И то, о чем ты молишься, ты молишься. Бог, дай мне это. Бог, да. Бог тебя просто огораживает. Огораживает. Подожди, ты не готов. Ты не готов. Ты не готов. Почему я не готов? Почему я не готов? Потому что у тебя сердце неправильно. Вот у Давида было сердце, которое просто тащилось с Богом. И Бог его поставил на царство. Теперь вопрос. Сел ли он сразу на трон? Нет. Царек бегал. Бегал и убегал от бешеного царя. Убегал от спецназа. Хорошо убегал. Быстро бегал. И почему он бегал? Потому что Бог работал с его сердцем. В чем-то он был восхищаем Богом. Был захвачен Богом. А в чем-то сердце должно было меняться. И нельзя было пацана посадить на трон сразу же. Сердце должно было меняться. И оно менялось. И он плакал. И все восстали против меня. И я один остался там. И я такой. И там слезы, слезы, слезы. Меня все обижают. Меня никто не замечает. И я такой бегаю. Я в анекдотах во всех. Номер один. А Бог говорит. Так классно. Так классно. Ты меняешься. Супер. Скоро уже на трон сядешь. Ты, правда, этого не знаешь. Ты сядешь на трон. Но уже скоро ты сдашь экзамен. Когда в твое сердце не будет обиды. Не будет прилеплено к чему-то. Ты будешь свободен от всего. Бог тебе доверит и помазание. Такой уровень помазания, что тебе не надо будет даже руки возлагать. Но ты останешься твердым. Богу важно. Не просто тебя использовать. Использовать. Знаете, такое слово. Люди вообще не любят такое слово. Меня использовали. Он будет тебя употреблять. До славы. Ты переживешь. Что такое пробуждение? Что такое сила? Но ты можешь потом закончить плохо. А тебе это надо? А Богу это надо? Богу это надо, чтобы Он тебя дал, и ты умер от этого? Нет. Поэтому займись своим сердцем. Если ты служитель, и у тебя гнилые мотивы, плохие мотивы, тебе надо покаяться сейчас. Может, так странно это звучит для тебя. Может, ты даже не считаешь, что тебе надо покаяться. Ну, тогда будут разборки там. Сейчас у тебя еще такая определенная таможня здесь. У тебя на таможне с тобой разбираются. Если ты попадешь туда, там просто ты на суд попадешь, чтобы тебе принять в приговор. Поэтому давайте все задумаемся. Нам есть над чем подумать. Всем есть над чем подумать. Бог любит человека. Бог хочет употреблять каждого. Но давайте не будем думать именно о чем-то таком великом, прежде не разобравшись с сердцем. Аминь.